Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Перми работодатель задолжал своим работникам более 2 миллионов рублей. В Астраханской области собственник водоканала не обновляет мощности и не выплачивает зарплаты. Интернет-портал Пермь Онлайн рассказал 22 ноября, что владелец местных кафе попал под суд за долги по зарплате. Дело в отношении создателя сети кафе возбудили еще летом 2022 года. Игоря Ботова тогда обвиняли в невыплате зарплат 44 сотрудникам. Общая сумма задолженности составляла 1 миллион 400 тысяч рублей. Сейчас число пострадавших выросло до 49 человек, а долг – до 2 миллионов 100 тысяч рублей. Задолженность накопилась почти за год – с сентября 2021 года по июнь 2022. По данным следствия, на расчетных счетах индивидуального предпринимателя деньги на зарплату работникам были. Несмотря на это, некоторым сотрудникам частично не выдавали зарплату 3 месяца, а некоторым – совсем не выдавали 2 месяца. В Астраханской области невыплата зарплаты толкнула муниципальных работников на отчаянную меру. Региональный интернет-портал Астрахань.ру 23 ноября сообщил, что из-за приостановки работы сотрудников цифрового водоканала ЖКХ в Володарском районе отключили холодную воду в семи населенных пунктах. Работники водонапорной станции так поступили из-за невыплаты зарплаты на протяжении 4 месяцев. Однако глава района провел переговоры с начальником и работниками ЦВК и воду снова дали. Официально цифровой водоканал информацию о прошедшей приостановке работы не подтверждал. В январе этого года МКРУ Астрахань рассказывал, что концессионные соглашения «Общество с ограниченной ответственностью цифровой водоканал» и «Володарский район» заключили в 2017 году. Концессионер в течение 10 лет должен был обеспечить жителей района питьевой водой. Капиталист обязался инвестировать в модернизацию сетей водоснабжения и насосных станций 700 миллионов рублей. По сведениям МК, сети водоснабжения Володарского района изношены почти на 80%. За 5 лет ЦВК так и не начал проводить модернизацию межпоселковых водопроводов. На сетях часто происходили коммунальные аварии. Жители оставались даже без технической воды. На территории района в январе этого года было создано муниципальное унитарное предприятие, которое по плану должно было взять на себя обязанности по обеспечению водой людей. Работникам современной России необходимо и полезно использовать все возможности буржуазного законодательства. Согласно части 2 статьи 142 Трудового кодекса Российской Федерации, работник в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней в праве приостановить работу, известив работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты. Обращайтесь с коллективным обращением о задолженности в прокуратуру. Факт полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев влечет уголовную ответственность по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от штрафов 500 тысяч рублей до трех лет лишения свободы. Невыплата зарплаты на протяжении нескольких месяцев, приведшая к тяжелым последствиям, часть 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Наивно надеяться на добродетель тех, кто нарушает закон. Работодатель, не выплачивающий зарплату в течение нескольких месяцев, преступник, который должен сидеть в тюрьме. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова